Уважаемый и высокий совет, благодарю, что вы собрались для рассмотрения, на наш взгляд, исключительно важной темы, не рассмотрев принципиально которую невозможно двигаться вперед. Президент сформулировал четыре принципиальные и главные задачи в своем послании о модернизации страны, развитии национальных проектов, жесткой борьбе с коррупцией и кадровом обновлении. Но ни одна из этих задач не решится успешно, если мы не проведем, прежде всего, модернизацию политической системы и финансово-бюджетной политики. Мы исследовали недавно в Думе три последние тяжелейшие аварии, которые привели к гибели многих людей. И оказалось, что главная причина заключается в дефиците ответственности и компетенции, прежде всего, не квалификации кадров, низкой квалификации, которые этим занимались. Есть уникальный опыт модернизации нашей советской страны и Китайской Народной Республики. В условиях кризиса они показали самую высокую эффективность, и это сегодня подтвердили все статистические отчеты. Что касается Европы и Японии, они ее проводили, прежде всего, опираясь на новые технологии и демократизацию политической системы. Мы хотели попытаться сделать то же самое, но мы должны учитывать, что у нас существует ряд отягчающих обстоятельств. У нас нет 10 лет, о которых мечтали наши предшественники. Износ основных производственных фондов превысил 20 лет. К 2015 году в нашей стране при нынешней демографии останется 135 миллионов, в Китае будет 1,4 млрд, в Объединенной Европе – 500, в ША – 315. Мы будем им неконкурентны. И имея всего 2% населения планеты, мы сосредоточили треть основных стратегических ресурсов. Нам никто не даст спокоя и нормально развиваться, если мы быстро не решим целый ряд проблем, которые поставлены в том числе и в послании президента. Отвечая на это послание, мы подготовили антикризисные мероприятия, которые направили всем губернаторам, всем законодательным собраниям, всем партиям и движениям. И настаиваем на том, чтобы наши предложения были рассмотрены и готовили лучшие ученые, специалисты, управленцы, промышленники и финансисты. Что касается политической системы, Дмитрий Анатольевич, прошедшие выборы в октябре показали, что она неэффективна. 8 из 10 избирателей не пошли на выборы. Когда провели опрос, только 3% граждан страны сказали, что выборы были честными. Поэтому ваша постановка проблем исключительно актуальна, но требуются решительные меры для того, чтобы все привести в соответствие. На наш взгляд главный инструмент это прежде всего честные выборы и политический диалог. Ну вот приведу несколько примеров, какой может быть честный диалог. Кузбасс, у нас Астанина депутат Государственной Думы, наш секретарь, выступила в газете «Россия» с небольшим интервью. Сказала дословно, регион в страхах, где нет места свободным выборам. Три судебных иска по линии администрации на 500 тысяч, по линии избирательной комиссии на 500 тысяч и по линии регионального отделения партии «Единая Россия» еще на 500 тысяч. На полтора миллиона претензия к депутату Государственной Думы, нашему секретарю, возглавляющему список. Такого прецедента ни в одной истории не было. За слова еще никто так не наказывал. Перед вами лидер партии, которая штраховали в прошлом году на 950 тысяч рублей за то, что сказал в ряде регионов «Господствует криминал». Государственная Дума удержала три поползарплаты в три месяца. Лишь после того, как мы заявили официально, что будет вопрос поставлен в Совете Европы, сделали обратный ход. Вот у меня газета, которую только что выпустил, и уважаемый человек, губернатор Рязанской области, господин Ковалев, у нас в Думе неплохо работал, учил нас всех соблюдать нормы и правила. Вот газета вышла в ходе выборов. Ни одного исходного данного нет. Сколько кто, за какие деньги, когда и в каком экземпляре. Если бы мы выпустили такую газету, нас затаскали бы по судам, как это сегодня происходит во многих регионах. Один из самых уважаемых депутатов Харитонов пять раз избирался от Сибири по одномандатному округу, ни разу не набрал меньше 50%. Он у нас шел, помырел в качестве лидера. Мы приехали вместе с ним проводить встречу. Нас трижды остановили на дороге, потом встретил ОМОН, 20 депутатов огорел дубинами. Когда мы попросили Государственную Думу создать комиссию и расследовать эти факты, как правило уклонились. Вы отреагировали на наши претензии после беседы. Вот и сегодня обсуждаем эти проблемы. А сегодня еще пытаются, тоже пришили почти миллион рублей, засудить. Вот вся судебная система, свободы слова и демократический процесс в наглядную величину. Второй год преследует лидера Мариэл Казанкова, который возглавляет лучшее в стране хозяйство, но входит в десятку самых лучших. Засудили Андропова, мэра из Мурманской области. Прошел на выборах Яранцев, талантливый капитан, на выборы сейчас тоже под судом находится. И таких фактов море. Я считаю, что наша судебная система, хотя суди получают по 200 тысяч, назначаются и ни перед кем толком не отвечают, не способна демократизировать наш политический процесс, а выступает в роли дубинки, которой преследуют граждан страны для того, чтобы они не высказывали собственное мнение. Мы считаем, что без открытого диалога в эфире, без соперничества лидеров партии и программ не может быть нормального политического процесса. И предлагаем всем партиям провести дискуссию по проблемам модернизации, которые поставлены президентом и нашим правительством. Мы готовы к открытому диалогу в эфире и первого, и второго, и третьего, и четвертого канала. Выставим солидную команду крупнейших ученых, талантливых специалистов. Это будет объективный и серьезный разговор, как нам убираться из тяжелого кризиса. И без контроля снизу исполнительность не может работать. Она разлагается и разрушается. Сегодня нет контроля снизу, мы должны его организовать. Не случайно вы сказали, что нет депутатов в местных органах, а их там и не будет. Почти всех, кого мы выдвигали, вызвали, допросили и сказали, свет отрежем, газ не проведем. Если вы пройдете туда, а ребенка выгоним. Это преследование идет практически повсеместно. Погоришь, все нормально. Приехали в Мордовию, все прекрасно. Побеседовали с главой республики. Провели там встречу лучших наших рабочих со всей страны. В результате все голоса, в том числе и наши, высыпал в одну урну Единой России, предлагали Грызлову. Давайте рассмотрим этот беспринцедентный факт. Он и сегодня продолжает работать, нарушая все элементарные нормы. Мы считаем, что можно поправить при условии, если нынешний совет примет принципиальные решения и прямо заявит в себе. КПСС была умнее, сильнее, грамотнее заслужения Единой России и не удержалась на одном крыле без нормального диалога, когда приказ одного человека выполняли все не раздумывая. Мы не можем повторять те ошибки, на которых потеряли страну и потеряли половину своего национального богатства, капитала, в том числе и безопасность. Мы должны научиться работать в системе координат, которую еще недавно демонстрировало наше правительство. После дефолта Ельцин сюда пригласил, хотя 6 лет с нами не разговаривал. Мы трижды уговаривали Примакова с Мышляковым пойти в правительство, и они тогда оттягивали страну от края пропасти. Мы сегодня находимся в трудном положении. Мы должны организовать диалог, который позволит нам выйти из кризиса. И для этого, мне кажется, есть сегодня воля и у руководства страны, и у наших губернаторов. Спасибо за внимание.